В этом будет происходить, видимо, что-то очень интересное, все это было тайное и, в общем, как-то все это готовилось. Насколько я представляю, это будет красивый видеоряд с музыкой, с очень интересной музыкой. Я думаю, что поклонникам династии посвященных будет интересно это посмотреть, с этим познакомиться. Сегодня будет, на мой взгляд, уникальное событие вообще, в принципе, для мира музыкального и творческого, вне зависимости от жанров. Сегодня будет презентация рок-оперы «Оксидания» Сергея Скрипникова и Маргариты Анатольевны Кушкиной. Рок-опера «Оксидания» — это династии, посвященных, будем считать, четыре. Композитор Сергей Скрипников. Мой человек, человек, который на «Мои безумные стихи», на тему «Альбегойского крестового похода», «Градский, не надо ругаться», сочинил, я уже слышала, сочинил музыку. Причем в удивительно короткие сроки. То есть за два года опера «В трех действиях» была готова. Тема «Тринадцатый век», «Оксидания» — это юг Франции и север Испании, Италия, «Катарская ересь» или «Альбегойская ересь», «Крестовый поход», организованный определенными силами. Все это сделано очень красиво, с визуальным рядом. Это драматическая довольно-таки история, связанная с инквизицией, с катарами. Много исполнителей задействовано в этой работе, инструменталистов, вокалистов. Ну и вообще эта работа сделана с большой любовью, с пониманием меня как композитора. Я попытался драматургически положить это все на музыку. То, что Рита придумала, либретто, вот эта самая идея «Оксидания». Ну, на мой взгляд, все получилось очень нарядно. Я исполнил несколько музыкальных номеров, таких достаточно норматических по характеру. Ну, я не буду их называть. Это можно будет услышать, увидеть. И работал как вокальный продюсер. Мои ученицы Александр Анихай и Элина Матарас записали тоже одно из произведений, один из номеров в этом произведении и песню «Эльфиков». Под моим чутким икаластом. Поэтому, на мой взгляд, получилось все здорово. Когда я разрабатываю музыкальную тему, на какой-то текст написанный Рита, соответственно, я уже себе как-то представляю, что это такое. Мы советуемся, и она предлагает какие-то варианты, какие-то я предлагаю. Я, мы пробуем людей. Кто-то справляется, кто-то не очень. И, соответственно, из этого уже делаем, принимаем какое-то решение. То есть, кто конкретно будет играть, либо петь данный трек. Но все это происходит сообщательно. Те номера, в которых я работаю в рукопе «Реокситания», они такие, они достаточно драматичные. И там много красок разных. Именно по настроению, по тембральным, по каким-то вокзалам. Для меня лично это самореализация. Это то, что живет во мне, мой багаж, который я уплескиваю, свою музыку, свои армежевушки в эти проекты. Соответственно, для меня это часть моей жизни, без какого я себя, собственно, не мыслю. То есть, даже если бы эти проекты были бы даже не востребованы, в принципе, то я все равно бы этим занимался. Потому что это моя жизнь, это часть моей жизни, и я себя так мыслю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Продолжение следует...